Всем привет! Сегодня с вами Александр Бондарь, передача Спорт и Мести Энт. И я покажу вам тренировку ног. Тренировка ног будет включать в себя основные базовые движения. Я расскажу вам технику, порядок выполнения упражнений и основные ключевые моменты, которые нужно будет придерживаться в этой тренировке. Приседания будем выполнять со штангой. Самое главное установить стоечки на нужном для вас уровне, так чтобы вы чутенько смогли поднять штангу, не поднимаясь на носки. Ныряете под штангу, максимально старайтесь зажать лопаточки, так чтобы локти смотрели у вас сниз, зажали лопатки и легким движением поднимаете штангу. Для новичков я советую установить под пяточки маленькие блинчики. Обувь вам должна будет позволять, чтобы каблучок у вас был выше, потому что так вам будет намного легче приседать. И выполняйте приседания. Отставляете таз назад, садитесь глубоко и встаем. Самые главные аспекты, это чтобы вы не сводили колени вовнутрь, особенно это часто бывает в том моменте, когда встают колени вовнутрь. Так делать нельзя, потому что это чревато получением травмы. И так, чтобы вы не садились на носки, это тоже будет чревато вам травмой. Так садиться на носки, заваливать корпус нельзя. Основные моменты, это чтобы локти смотрели вниз, а голова вверх. Локти вниз, голова вверх, оставляйте таз, весь упор на пяточки. Сели глубоко и присели. Также достаточно важным моментом является то, чтобы правильно установить штангу именно на вашей спине. Многие допускают ошибку, ложат ее сильно высоко на шею. Если вы положите на шею, то это вас будет сдавливать, когда пойдут веса побольше. Оно вас будет давить и автоматически корпус вас не сможет сжать. Для этого вы должны максимально сжать лопаточки. Сжимаете максимально. Так у вас будет и в спинах в напряжении находиться, поясничный отдел. Если вы широко поставите, это уже более профессиональный будет подход. Поэтому вы так сможете терять положение корпуса. Максимальное зажатие и ложите чуть ниже спины. Вот на трапецию приблизительно. Жаль. Чуть-чуть ниже. Переходим теперь ко второму упражнению. Это будет тяга на прямых ногах. Это также очень важное упражнение для развития именно задней поверхности бедра. Многие, я даже скажу почти все, выполняют его неправильно, так как оно достаточно трудно выполняется. Подходим максимально близко к штанге. Сначала вам надо ее просто поднять. Стоите ровненько. Все. Поясничка у вас включена в работу, спиночка напряженная. Смотрите вниз. Смотрите вниз и движением таза, только работаете тазом. А штангу ведете прямиком по ножкам. Так, чтобы она прям терлась. Таз назад, на пятки упор и обратно. Штанга близко к корпусу, вниз опустились и на выдохе подняли. Штанга ходит ровненько по вашим ножкам. Чем ниже вы будете опускать штангу к носкам, тем будет эффективнее. Также основной момент стоит учесть это положение головы, а именно шеи. Многие любят брать и смотреть, заламывать шею, смотреть перед собой. Это будет ошибка, так как потом у вас только начнутся головные боли и проблемы шеи. Смотрите вниз, смотрите ровно себе на шнурочки. Третьим упражнением, последним на сегодня, будут выпады. Выпады будем делать со степа. Это упражнение очень сильно поможет новичкам понять саму суть этого движения, так как так же его все делают в основном неправильно. Смотрите, как мы будем его выполнять. Для начала возьмите гантельку, можно делать без гантельки. Становимся двумя ножками, одной рукой придерживаем себя за вот эти перила и шагаем вниз. Сели до того момента, когда вы почувствуете растяжение в бедре. Растяжение в бедре полностью. Задняя ножка подсела. Садитесь рядышком, растянули и пяточкой встаем. Ручкой просто чуть-чуть придерживайте себя. Сели. Обратно. Сегодня обострюли тренировку ног, которая включает в себя основные базовые движения. Три упражнения для одной тренировки ног. Это будет вам вполне достаточно для того, чтобы развить, укрепить и, как бы сказать, украсить свою нижнюю часть тела. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова